Возвращаемся в игру 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 По факту Данная даблара Возвращаемся в игру 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 По троим. Минус Рубик, минус Ancient Operation. Еще и гонят здесь Брюмастера. Стан пошел от Лины. Триплкилл будет от команды Тонг-Фу. Отдают ПЛУ 2 килла в данном файте. Ну и Кабу, по-моему, один тоже себе забрал. Ну что, 3 в 0 просто. Вообще без проблем абсолютно бесплатно забирают у нас игроков команды Ньюби Янг. Фит ничем хорошим никогда не заканчивался. Ньюби Янг, пора браться за голову. Ну, правда, один выход они сделали на топ-лейн. Там забрали Лину. Правда, то, как ответили игроки команды Тонг-Фу, заставляет, я думаю, Ньюби Янг задуматься. Вообще, так смотрим, комьюнити больше за команду Тонг-Фу. Пенантов поболее у данного коллектива. Ничего у Ньюби Вайи нет по этому поводу. Queen of Pain 14 на 9 по фарму на 4 месте. SF 18 на 4 перефармливает Морфа, но не на много. Морфа 16 на 5. Пьяо с батлом, вот о чем я говорю. Ну что, пошел врыв у нас в SF или нет? Нет, это просто отпугнуть. Пьяо еще и поймал у нас Койл. И ХП просто-напросто у Морфинга не имеется вообще. Но Морф не такой живучий парень на ранних стадиях игры. Морфу непросто абсолютно стоять против SF. ХП недостаточно у Морфа, если он хочет фармить, а на мидлейн он стоит фармить, а не получать левел. От левела у Морфа мало что зависит. То есть ему вообще не очень важно иметь или не иметь репликейт. Это не критическая, вообще не критичная составляющая Морфинга. Например, Квапа очень зависима от левела. Если будет левел, то будет дэмэдж. Если не будет у нас Уник Вейва, то и в принципе Квапа из себя мало что представляет. А у Морфа дела немного иначе. Морф зависим от артефактов, от статов, от ловкости, от силы. Да и от, собственно, больше зависим от денег, чем от экспириенса. Феникса в итоге у нас развалили. Квапа на Ролана Феникса, Соник Вейв был. Маны, правда, на него не было. Ну и тратить его не было смысла никакого. Дабла свое дело делает из рубика Ancient Operation. А сейчас склеил у нас ласты игрок команды Тунг Фу на сложной линии. 2-5. Немного убийств. Морф это время у нас разваливается на мидлейне. SF забирает Пиао и помогает ему опять же в этом ЛПС на Шейкере. Шейкер сегодня MVP вообще в данном матче. За последние 5 минут, где Шейкер там убийство. Что может быть прекрасней, чем саппорт, который позволяет твоим керри зарабатывать фраги. И Ред. Первый тому свидетель. Даблкил Ред сделал исключительно благодаря роскошной фиссуре от Шейкера, которая двоих отрезала, а одного просто застопила. На мидлейне SF тоже сделал убийство исключительно благодаря Шейкеру. Если бы не было его, кто знает, куда бы там Морф у нас делся. Ну и внизу осталось появиться только Шейкеру, чтобы хоть как-то Фениксу жизнь наладить. 5-2 счет на данный момент. По голде Тунг Фу полторы тысячи выигрывает. По экспириенсу 600 тысяч в пользу команды Тунг Фу. Клопа еще одну фиссуру ловит от Шейкера. Ну теперь Шейкер будет над Клопой издеваться. Куда же делся Морф тогда у нас? Морфлинг пошел фармить легкую. Набрал левел, в принципе, Пьяо решил пойти в легкую, потому что с SF и Шейкером Морфу не очень хорошо. Стоять 25 на 8 за 7 минут. Это очень маленький крипстат. Ну, конечно, это очень маленький крипстат. У SF 53 на 10. А у Пьяо 26 всего лишь крипов. Это не маленький крипстат. Это крипстат, которого вообще стесняться надо. Ну и Пьяо внизу теперь фармит под тавором. Тоже не самая приятная ситуация. Короче говоря, Морфу как-то совсем не поперло в этой игре. Ну, все для этого делает Онг Фу, чтобы Морфу не перло. Чтобы Морф у нас в итоге бомжевал был без артефактов. ЛПС у нас на лоу-хп. Ловит удар молотилкой по спине от Брюмастера. Отправляется в таверну. 3-5. Юби, Янг, ничего. Неплохо, в принципе, огрызаются. Практически сравняли счет. По фарму они, правда, сильно очень проседают у Тунгфу. Ну, потому что проигран был слишком... Слишком очевидный проигранный Мидлей. Да и расстановка по лайнам немного напрягла, на самом деле, в начале. И теперь понятно, почему. Потому что Морф в итоге против СФа не выстоял. И потерял время в начале. Не заработал денег, сколько необходимо для ранних артефактов. Теперь динамика будет тормознутой. Морфу надо какой-то срочно реанимировать его экономику. Необходимо пофайтиться. Возможно, 2-3 фрага сделать Морфу. Вообще было бы великолепно. И как-то стать в строй. Потому что Морф у нас керри. Еще и на Мидлейн отправили его керрить. И Пьяу на четвертом месте по Крипстату. По Нетворцу боюсь даже узнать. Тоже четвертое место по Нетворцу. Сразу два топ-игрока. Фантом Ланцер от Реда на второй позиции. И на первом месте Ю9 у нас. С СФом. Есть уже Мека. Есть Боттл. Тапки и Ринку Факвила. Смотрим на Морфлинга. У Морфлинга ПТ. Рейсбенд и Боттл. Ну вот вам и Мека, собственно. Да, разница в 2000. Плюс Мека для СФ. Прошло всего 9 минут. СФ на 2000. Перефармливает своего оппонента. Сейчас еще и Тавр упадет для СФ. И вообще все будет грандиозно хорошо для команды Тонгфу. Ждем, верим, надеемся. На самом деле Морф. Хотелось бы посмотреть на противостояние вот таких динозавров, как Фантом Ланцер и Морфлинг в лейте. Причем в жесточайшей вообще лейте. Где-то минут 50. Если бы такая отказа затянулась, даже не переживал бы. В конце должно быть интересно. Ну, если дойдет до конца. Каждая из команд. Пиао по чуть-чуть, по чуть-чуть, но восстанавливает. Хотя бы какое-то вообще доверие к нему, как керри-герой. В это время триплой выходят на мидлейн игроки команды Тонгфу. Тавр у нас сильно уже подбит. У Кваппы будет через секунду. Соник Вейв, все, в принципе, готов. Но контроля у команды Ньюби, помимо Рубика и Ancient Operation, нет вообще. Брюмастер сомнительный контроль. Все-таки для этого ему надо, во-первых, раскастоваться. Во-вторых, еще и расконтролить своих спиритов. Как-то получается, пока еще мы не видели. Но в любом случае, задача сложная. Нет такого. Подошел, нажал одну кнопку и все застанелись. Может поэтому Тонгфу, Тайтхантера у нас отправляли в таверну. Погоня пошла за Кабу. Квапа. Соник Вейв и Квапа на лоу ХП. Развалили, конечно, здесь Лину. Но Квапа-то у нас Керри. И в итоге Керри Квапа отъезжает в таверну. СФ на лоу ХП. СФа могут забрать. Вот Пиао здесь то, о чем я говорил. Килл делает. Забирает СФа. СФ уже даблкил, но, правда, он в таверне. Еще один килл надо для Пиао. Даблкил для Морфлинга. Ну и вот, вот она реанимация. Подоспела. Полторы тысячи сразу на руках у Морфлинга. Куча экспириенса. Девятый левел. СФ тоже девятый. Все, Морф сравнивается с СФом, который по факту его перевармливает на две с копейками тысяч. Ну и это очень важно с психологической точки зрения. Морф, который не чувствует игру, который не дерется 40 минут, а потом просто выходит и начинает убивать или не убивать. Это одно дело. Ну то есть это уже такая некая рулетка. Когда игрок все время находится в файтах, в принципе чувствует соперника, понимает все его мувы и как он себя ведет. Вот, тогда и шансов реализовать все возможности своего персонажа гораздо больше. Поэтому очень хорошо, что Морф у нас начал драться, начал убивать. СФ у нас в этом варится давным-давно. СФ делал килл на мидлейне, здесь даблкил. Вот, и перефарм. Поэтому перефарм достаточно серьезный. 7000 для U9. У Морфлинга 4700. Такое ощущение, что он специально не фармит, чтобы быстрее фармил СФ. 10-й, почти даже 11-й для СФ. А где он взял левел, я так и не понял. Только 9-й у нас у Пиау. Так был же... Вообще неясная ситуация. У СФ только-только был 9-й. Левел вообще за полторы минуты. Неужели я так долго говорю? СФ за одну какую-то мысль, которую я формулирую, успевает нафармить левел. Ну, временами, в принципе, и 2-3 левела можно нафармить, пока я мысль сформулирую. Появляется Ring of Hell, Сумарфан. Собирается выходить в линку. Насколько я могу видеть у СФа. После мекки 1500 на руках пока что ничего не покупал. Вполне может быть, что это стандартный СФ с Юулом и Даггером. Все к этому идет. Ведет, точнее. Мека есть. В принципе, начальный артефакт для данного закупа. Дальше, я думаю, все будет по стандарту. Ну, посмотрим. Увидели здесь МК. Фиссура пошла от Шейкера. Кабу задувает Драгонслейвом. И тут даже под ноги Лайт Страйк Эррой. Понятное дело, что Ancient Operation не жилец. С таким-то раскастом. Три с пыла. И нет одного саппорта команды Нью Би Вай. В итоге 380 по голде забрали с него. Смещается сюда Кабу с ЛПС. Продолжают файтиться. Ну что, Ю-9 у нас. Ловит Клэп. Сразу же в него полетел камень у нас от Брю Мастера. Пытается разультиться СФ. Не успел разультиться. В итоге так и умер. Немножко надомажил команду Нью Би Вай. Но СФ умирает непозволительно много. Две смерти подряд в каждом файте. Пиао. На Лину в итоге Квапа забирает у нас фраг. Лучше бы Пиао отсюда уходить. Что там, что там у Фантом Лансера? У Фантом Лансера еще нету. До сих пор нет диффузов. Это и спасло жизнь Морфу. Если бы настрелял ему и забрал Суману у Морфлинга. Кто знает, чем бы это закончилось. В итоге разменялись 2 в 1. Не забрали СФ игроки команды Нью Би Вай. По-моему, они выравнивают свое экономическое положение. 890 заработали в этом файте Нью Би Вай. И по экспе на 1200 больше. Проигрывали почти 2000. Сейчас 1200. Тонг Фу впереди. Ну и Нью Би Вай по экспириансу. Вышли вперед. Впереди они на 1300. Морф отправляется на базу. У команды Нью Би Вай постепенно, постепенно. Но все приходят в норму. Керри начинают фармить. Начинают убивать. Саппорты реже умирают. Что очень важно. Как бы команда набирает свои обороты. К 15 минуте. Не самый ранний вообще показатель стабильной игры. Но имеем, что имеем. У Морфа 1300 на руках. Что ты там купил, Морф? Ничего, в принципе, да. Ринг оф Хеллс есть. Можно в Персик уже выйти. Но я думаю, что Пиау, скорее всего, на Ultimate Orb себе собирает. Потом уже будет добивать Персик и собирать Линку. А может вообще никакой Линки не будет у Пиау. И сразу сам по себе Ринг оф Хеллс. А Морф у нас на самом деле сразу пойдет в Этериал. Манта Стайл, Скади. Во что там обычно Морфы выходят. Такой вариант тоже возможен. Я такой вариант видел. Блинкдаггер есть уже для Брюмастера. У Квапы есть уже один Обливент Став. Собирается второй. Квартер Став на руках. Самый дорогой артефакт в Обливиане. Скоро появится Оркит. Думаю, минуты 4 по таймингу необходимо. У Морфа появляется все-таки Персик. Да, Морф у нас не будет с одним Ринг оф Хеллс ходить. Сначала Линка, потом все остальное. У Рубика есть уже Урн оф Шадоуз. Есть Бутс оф Спид. Есть Мэджик Вонт. У Эншит Опарэйшена имеется Транквил Бутсы. И пока что все. Ульта аппарата куда? Ульта аппарата сюда. На Рошана. На Лоу ХП с ДСЮ-9. Были бы рядом, развалили бы всю команду Тонг Фу. Которая здесь в Рош Пите находится. Врывается Брюмастер. Клэпнул. Пытался разультиться. Не дали. Просто не дали. Фессура. Под ноги Лайт Страйкерой. И Брюмастер лишнего себе позволил. Развалился. Вообще не вышел из стана. А пытался. Руки уже поднимал. И здесь Ред вгрызается у нас в Рубика. Рубик, скорее всего, тоже умрет. У Реда больше Мув Спид. Ох, ничего себе. Тут уже Бутсо Тревел и Яша есть. Конечно, больше Мув Спид. 429 у него. И сейчас 203 у Рубика. Прошу заметить. Но это только потому, что Копьё залетело в спину. Ну, а когда Копьё пройдет, его действия, если к тому моменту Рубик еще будет жив, я думаю, там 350 это придел. Да, обычный тапок и все. Здесь Яша и Бутсо Тревел. О чем можно говорить. 9-10 счет. Паузу жмут. Ребята пишут на не совсем понятном мне языке. Вот этот домик я вижу 5-й или 6-й раз с антенной. Наверху. В прошлый раз, по-моему, этот домик означал, давайте пересоздавать и реконектиться. Ищем. Вот он, да. В конце я вижу тоже домик этот. Ох, эти азиаты. По голде Тонг-Фу 2000 по экспириенсу Ньюби впереди. 500. Но это вопрос, который исправит сейчас Рубик своей смертью. Умирает Рубик и, конечно, в плюсе будут Тонг-Фу по экспириенсу. Да уже Тонг-Фу в плюсе на 1000 по экспириенсу и на 3 по голде. Рубик забрал Доппельгангер. Моя ты умничка. Украл Доппельгангер и просто на хайграунд залетел у нас и ушел. По-моему, один из самых оторванных мувов, который Рубик мог здесь сделать. И единственный, скорее всего, верный. Просто так ногами пешком никто бы никуда Рубика не отпустил. МР молодец, МР умничка. Поздравляем команду Ньюби Вай. У них отличный саппорт. У Морфлинга уже 1500 после Персеверанса. Собирается выйти в Линку. Напомню еще раз. Ultimate Orb ждем. У СФ появляется Митрил Хаммер. Есть уже Огр Клаб. И совсем чуть-чуть до БКБ. Тоже, в принципе, в безопасности будет СФ. И, по-моему, в куда больше безопасности, чем Морфлинг с Линкой. Сквозь БКБ ничего здесь, в принципе, не бьет. В составе команды Ньюби Вай. А, нет, бьет. Бьет. Бьет Соник Вейв. Ну, одним Соник Вейвом там, в принципе, не убить у нас СФа. Который еще и ХП получит благодаря Блэк Кинг Бару. Поэтому у Тонг Фу все в порядке с мид-героем. Да и по фарму вообще. У мид-героя тут чудеса. 9800. Ю9 на данный момент имеет. И 7400 всего лишь. Для Морфлинга. Пьяо по-прежнему отстает. Но хорошо для Пьяо то, что отставание его не растет. То есть он идет ровно с СФом. Вообще, нога в ногу. Только вот на расстоянии 2000. А так, в принципе, очень и очень даже близко друг к другу. Ну и сейчас кое-как пытаются вытащить вообще из-за черты бедности. У нас Морфа. Огромное количество тут мультиспаунов. Пьяо свое зарабатывать может. Команда работает и трудится исключительно для того, чтобы Морф у нас вышел в лейту и спас всех от верной смерти. Понимаете прекрасно, да, что после 40 минуты ни Брюмастер, ни Квапа, ни тем более Рубик и Эншент Оперейшн. Ну, Эншент Оперейшн да, но не Рубик. Будут решать ход замесов. Руками бить тут одному Морфу. Есть Алжмейт Орпы и 850 сверху для Пьяо. У СФ уже готов. Блэк Кинг Бар и уже 1400 на руках у Феникса. Хэнд оф Медас. Феникс у нас таким образом выходит, я думаю, что в Аганим, скорее всего. У Лины есть Аркан Бутсы, есть Урнов Шаддлс, Мэджик Вонт у Пэээла. Уже готовый диффуза, просто надо принести их себе. В принципе, все под ноль закупился. У Шейкера до Даггера еще 1000 голды. ЛПС не самый богатый у нас саппорт. 19-ая минута идет. Шейкер без Даггера приятно для Нью Биуай. И не очень приятно для команды Тунг Фу. Орки уже есть у Квапы. Тоже осталось просто себе принести у Брюмастера после Даггера. Транквил Бутсов и Стаут Шилда с Мэджик Вонт Дом. Имеется 1200 на руках. Марфа мы видели. Марфу готовая. Линкин Сфера должна уже лететь. Так и есть. И у Рубика. Урнов Шадо, Аркан Бутсы, Мэджик Вонт и Эншент Опарэйшн последний в нашем списке. Транквил Бутсы. И все. И хватит. Эмки не так блещет, как на Вич Докторе в прошлом файте. Там у него Аганим был на 23-й, по-моему, минуте или 4-й. Этот Аганим закончился разгромом вообще. На хайграунде команды Тонг-Фу. Зашли по низу. Поставили Дезвард. И этот Дезвард Трипл Кё подарил МК. В это время у нас Спектра пыталась здесь Т2 снести. Не очень получилось, хочу вам сказать. Пьяо со всеми... В принципе, со всеми, кто нужен. С Эншент Опарэйшном и Квапой. Находится у нас на нижнем лайне. Они потихонечку разваливают Т1. И Т1 для них должен упасть. Де Найт у Феникса возможности никакой не было. И забирают Ньюби Вайт Тауэр внизу. Это второй Тауэр для Ньюби Янг. На топе и на ботом лейне забрали Тавара. Со стороны команды Тонг-Фу. Что там было по выходам на Тавара. Вся Т1 линия лежит. У Ньюби Вайт 3 Тауэра всего лишь забрали Тонг-Фу. К 21 минуте можно было и побольше бы. Но в любом случае больше, чем у Ньюби Вайт. По голде Тонг-Фу впереди на 3000. По экспириенсу тоже на 3000. Койлы забрал себе Рубик. Собрался в дамаже. И какой-то Рубик. Ой, какой-то Койл. Это... Это дальний. Дальний Койл забрал себе Рубик. Ну что, Ю-9 перемещается на медлей. Здесь Брюмастер погибает. Ой, точнее Брюмастер убивает у нас Шейкера. Но Шейкер слабый. У Шейкера ничего нет. На ХП ничего нет. На Деф вообще ничего нет. Есть только Аркан Буци. И даже на какой-то Эскейп того же Даггера не имеется. То есть от реакции ничего вообще не зависит. Шейкера тут главное не заходить туда, где тебя ждут соперники. И все. Пока что, пока нет Даггера, у Шейкера других вариантов вообще для фарма, для нахождения на линии не имеется. Либо ходить в компании своих друзей. Иначе Шейкера просто-напросто стирают. Вот, например, Брюмастер в соло это сделал и без проблем это сделал. У Лины уже есть Пойнт Бустер. Кабу у нас Вагоним пошел. У Реда 1600 после диффузов. Есть Яша, есть Бутс оф Тревел. Ред отправляется у нас на третью позицию. Пьяо обгоняет у нас Фантом Лансера. Они идут очень близко у нас Морф и Фантом Лансер. Но вспомним, как сильно Морф у нас от всех отставал. И от ПЛа, и от СФ. Теперь от СФ отстает менее 2000. Вспомните, было и побольше, и было и пораньше такое отставание. 2000. Когда это 11 против 13, это не 4 против 6. Поэтому у Пьяо все хорошо на данный момент, как по мне. 10-10 счет. Игра равная. Тонг-фу. 2000 по голде. И по экспириенсу тоже 3000. Ну, не критично на самом деле. Такое отбивается в одном файте. Максимум 2 надо файта выиграть. Хотя бы с более-менее явным преимуществом для своей команды. И все. И этих 2000-3000 просто не будет. Геосептор уже есть у Морфинга. Пьяо собирается в Этериал идти. Дальше будет, я думаю, Скади, Манта Стайл и прочая атрибутика для Морфинга. У Рубика уже 1750 на руках. 500 голды осталось до Даггера. Не разултился в итоге СФ, потому что все разбежались. Команда Ньюби Янг поняла прекрасно, что под СФ лучше не заходить. БКБ закончится, потом будем файтиться. Удачно на самом деле команда Ньюби Янг отступила. Заходить на хайграунд, где уже у нас чекочет себя СФ и собирается ультовать. Это подобно вообще самоубийству. Было бы. И хорошо, что Ньюби Янг либо увидели, либо прочувствовали данный момент. И интуиция им подсказала, что валите. И свалили. Квин оф Пейн, 1600 после Орки. Да уже есть Огр Клап. Клапа собирается выйти в Блэк Кинг Бар. СФ Мекка после Мекки Алтимейт Орп и 2500 на руках у Ю-9. Собирается, я так понимаю, выйти в Айовскаде. СФ, да, остались мы в итоге без Юлов, остались без Даггера. Я вообще не сожалею по этому поводу. Скучноватые немножко такие СФ. Да, ульт это, конечно, красочно, хорошо, но когда СФ ультит, а после этого руками не может никого развалить, это печальная вообще история. Мека есть, это уже не очень хорошо, что на СФ у нас есть мека, но с другой стороны кому собирать. А что, Ю-9 у нас поймали и развалили. Где твой БКБ, непонятно. Здесь МР просто на ура вообще сработал. Вышел себе спокойно из-за угла, из-за дерева поднял нас вверх СФа. А туда уже давным-давно летело все и от всех. 11.10. Не убивай, выходят вперед. По голде 730 заработали на Shadow of India и 2000 экспириенса. Просто за одно убийство одного СФа. Ничего более. По XP, пожалуйста, с 3000 на 1000, это еще графики, по-моему, не обновились. Ньюби Янг продолжают балансировать эту игру, стараются выйти в ноль, а может даже и вперед пойти. Тонг-фу свои обороты сбавили. Тонг-фу 1СФ фармит, ПЛа я в файтах не вижу. Хотя ПЛ тоже уже заряжен достаточно неплохо. Ультимейт Орб имеется, Реду осталось... Откуда у Реда деньги? Вроде же странно. Манта Стайл уже приобретает себе Фантом Лансер, еще и 700 сверху для Реда. Ну и у Рубика появляется Даггер. Теперь с СФом такое будет происходить постоянно. Пьяо опять во вражеском лесу решил подраться. Слово от его пытаются хоть как-то застопить. Ну и фиссура Шейкера на самом деле медвежья услуга своей команде. Все Тонг-фу у нас об фиссуру и ударились. Не смогли обойти, не смогли догнать Марфа. Пьяо на нижний лайн отправляется. Совсем немного осталось для Морфлинга до появления Этериал Блейда. Уже есть 2500 на руках. 800 голды для Марфа, у которого 15 левел, я думаю, не проблема. Это вопрос трех пачек крипов. Ну и Пьяо не должен здесь вступить. Демоджа куча. Денять крипов и убивать несложно совершенно. А сейчас еще и 16 левел для Марфа будет. Ждем Этериал. Ждем Этериал. Ждем ярких агрессивных врывов от команды Ньюби Янг. Этериал к этому обязывает. Морфы сам. Одинокие фраги должен делать нон-стоп. У Ю-9 в это время появляется второй альтимейт. Орб. Есть БКБ. Есть. Мекан и ПТ. У Феникса появляется Юл. Да, Ганима еще не созрел у нас оффлейнер команды Тонг-Фу. Но будет попозже. Почему бы нет? Ганим Феникса дает отличное преимущество команде. СФ оттуда или Фантом Лансера бросать. И было бы просто все великолепно. У СФ забирается в это время Ancient Operation на топ-лейне. Почему отфлекся? Потому что у Марфа появился Этериал. Пияо начинает быть убийственно сильным. Точнее, убийственно ловким в его случае. Репликейт у Пияо есть. Оставляет его под Т2. Пошел охотиться на кого-то из команды Тонг-Фу. Есть Этериал. Как можно быстрее надо его попытаться реализовать. Ворваться в кого угодно и кого угодно убить. Правда не СФ. СФ толстоватый. СФ сильный. СФ сам еще развалит у нас Марфа. Но СФ уже есть в Скаде. Поэтому ХП предостаточно у Ю9 для 28 минуты. Видите, 2300. С ПТ на силу. Это много. Марфа такого нету. Марфа 1100 вообще ХП. Фантом Лансер. После покупки диффузов Манта Стайла уже 2300 насобирал. Не грейдит ПЛ у нас диффуза. Потому что в принципе и не тратил сообщенность диффуза. В файтах ПЛ пока не участвовал. 16 левел для него. Непонятно почему в файтах не участвует Ред. А вот сейчас он не сможет не участвовать в файтах. Манта Стайл провязал. Сайлент себя сбросил. Пияо дальше за Редом. Соник Вейв туда же. Развалили. Квапана орала. У нас на ПЛ отличное участие. Оно того стоило. Фармить 29 минут. Чтобы и не ходить с командой. Чтобы в итоге пришли и тебя в соло расковыряли на легкой твоей же линии. Странные вообще обстоятельства для команды Тонг Фу. ПЛ идет со счетом 2-1. Ну возможно раскроется чуть попозже. Все таки Фантом Лансер это вообще жесточайший лейт. Так что ждем. Может вообще до появления Тараски и бабочки на Фантом Лансере он появляться не будет рядом со своей командой. Рано или поздно Ньюбивай начнут давить и расковыряют линии. И фарм обрезается для ПЛ. Поэтому конечно надо предпринимать какие-то решения касательно файтов. Ходить с командой и помогать ей. Драк у нас давным-давно уже не было. По голде Тонг Фу всего лишь 1300 выигрывает по экспириенсу Ньюбивай. Впереди нам 700. Запрыгивает у нас на Клифф Шейкер. Что ты здесь забыл? Пошел убивать ворды. Гем там у кого-то кстати гем, да? У Лины есть гем. Почему Лина? Ну Вижена не было на хайграунде. Все понятно теперь. Почему у нас Шейкер по скалам прыгает? Ну и Реда. Еще раз убивают. Перед смертью еще и Дуппельганкер забрал. Рубик. Все что можно было поиметь с ПЛа поимели. Лину у нас в это время разваливает пиау. Все, Ньюбивай набрали обороты. Теперь останавливаться по факту не должны. В итоге за Лину получили 416. И за ПЛа по-моему чуть-чуть побольше. Так, у нас врыв пошел в Квапу. Квапа БКБ юзает. Начинает пилить здесь яйцо Феникса. Не получилось. И да и в соло Квапа это никак бы не делало. Ну сам факт, что Феникс у нас проюзал Супернову просто, чтобы себя обезопасить. Суперновы ближайшие 100 секунд не будет. Можно файтиться. И Феникс уже не угроза для команды Ньюбивай. На топ лейн. Будут искать здесь кого угодно. Сефа если найдут, Сефа убьют. У морфа Этериал откатился. Все, скиллы тоже все есть. В морфу бы сюда прийти, правда. Морф у нас пошел не сфармить. И репликейтов пьяо нет. Ну соло против Сефа не хотят сражаться. Рубик вытягивает на себя. Ну все, для фарма. По голде Ньюбивай вперед уже. Вышли по экспириенсу 4000 в пользу команды Ньюби Ян. Дотерпели с Тонгфу. Вообще сомнительные перспективы у данного коллектива. Если Пэл у нас продолжит умирать, так как он делает, то кто будет драться в лейтим, мне непонятно. Кто там будет этого морфа останавливать, вообще не ясно. 2600 по золоту уже есть для Пьяо после появления Этериала. Дальше хуже. Не сказать, что Ньюби Ян сильно здесь камбэчили, но вы видите всю игру. До 3500 всего лишь спускалось их отставание. Это не критичная сумма ни на каком из этапов игры. Если это только, конечно, не там четвертая минута или вторая. Тогда да, тогда что-то пошло не так. А на самом деле Ньюби держали ситуацию относительно под контролем. Во все тяжкие не пускались. Фидить особенно не фидили. Тонг-фу теперь занимается у нас фидом и начинает отставать. И умирать сейчас гораздо страшнее, чем умирать там на пятой, шестой, седьмой минуте. Чем позже умираешь, тем хуже вообще смерть. Тем она дороже обходится команде, да и тебе лично. Я думаю, все дотеры об этом знают. Шейкер с даггером. Тысяча по голде есть для шейкера. Аркан Буцик тоже имеются. Ну и... Врывок бы хотелось посмотреть от шейкера. На самом деле не было каких-то серьезных эхослэмов таких, которые сотрясли бы землю и команду Ньюби Янг заодно. Да и Ньюби Янг тоже хватает им ума не собираться в одну кучу, в пятером, чтобы шейкер в них влетал. Вообще Ньюби Янг смотрится немножко по собранней и как будто сильнее подготовленными, чем команда Тонг-фу. У Пьяо появляется уже один Ultimate Orb. Деньги есть на второй. Готовится выйти в Скаде Морф. По демеджу 233. Это потому что... Это потому что ловкости 210. 216. Да, Морф, конечно, чудеса творит. Здесь один Adaptive Strike, что будет делать под Этериалом. Боюсь даже представить. Ну и вообще Этериал для Морфа сейчас очень даже подходящая вещь. На данной стадии, в данное время. Куда у нас полетела Waveform? На Top Lane. Короче говоря, кого Морф сейчас находит, он убивает. Неважно SF это, неважно это Phantom Lancer или Лина. Если контроль будет, то 100%. Если не будет контроля, то придется еще погоняться немножко. Если кто-то будет статично стоять и позволит один раз каст Морфу сделать, и не у многих есть возможность избежать этого, то Морф убивает в любом случае. ДД берет себе Морфлинг. И пожалуйста, у него 500 с руки. Иди убивай Рошана. Нет, Рохи еще не будет 2,5 минуты. Иди сноси Т1. Т2, точнее, на мидлейне. Команда как-то не очень реагирует на то, что у Пиао появляется дабл дэмэдж, и что у него 500 урона с руки. Файтиться не хотят. Кто-то на что-то фармит. Иначе быть не может. Но Квапы есть Сайт оф Вайс уже. На что еще фармить? Возможно, Эншет Аппарейд, но ему и аппарату тоже достаточно долго еще фармить до Аганима. Пока что только Огр Клап и Пойнт Бустер. Полторы тысячи необходимы МК. Все, дождались, когда ДД закончится у Пиао. Пошли файтиться. Роскошное решение. Врываются на Кабул. Сразу же Хекса на Кабул. Та аппарата, наверное, была бы лишней. Была лишней, точнее. Можно и без нее было бы обойтись. Пиао доминейтинг на данный момент. 4-1-4 идет морфлинг. А все очень печально начиналось для Пиао. Теперь дела идут уже намного лучше. Уже есть... Ой, какой крутой у Шейкера. Эхо Слэм. И Эхо Слэм еще и подарили Рубику. Мало того, что развалили Шейкера, развалили Лину. Мало того, что Шейкер в никого дал Эхо Слэм. Так он еще и Рубику его подарил. Какой позор. 16-11. И Рубик ждет своего часа. У него есть Даггер, у него есть Эхо Слэм. Просто подойдите кто угодно. Рубик покажет, как надо давать Эхо Слэма. Мне так кажется. То есть тут такая плюс мораль. Сейчас у команды не убивай. Просто на ура подрались. У Рубика деньги уже на второй Даггер есть. Посмотрим, что МР будет покупать. Пока что... 2-150 на руках. Можно Форстаф в принципе приобрести Рубику. А можно и Аганин собрать. Нет. Приобретает себе Ю Рубик. Форстаф Ю. Уже в одно и то же превратились данные артефакты. У Морфа есть Скади. Тысяча сверху для Пьяо. 20-й левел. По Нетворцу обратите внимание. Пьяо опережает у нас Ю-9 СФ. Теряет темп. Теряет время. Теряет деньги. Все. СФ у нас уже отходит на вторую позицию. И мне кажется преимущество Пьяо будет просто-напросто расти. И оно не будет останавливаться. Потому что Пьяо сильнее, чем любой в составе команды Тонг-Фу. Остановить Пьяо это убить Пьяо. Как его убивать пока что непонятно. Фуай у нас. Разваливается потихонечку. Хотя проюзал БКБ и готов уже файтиться. Но бежит здесь за 4-5-6. Праймал Сплит пошел от Брюмастера. Ловят здесь. Мид лейнера команды Тонг-Фу. Моментально его разваливают. Рубик забирает этот фраг. Ну и дальше драться даже смысла никакого. Хотя здесь же еще Ред есть. Лакомый кусочек. Ред грызается у нас в МР. МР развалился. Гейм выпал. Супернова пошла у нас от Феникса. Убегать отсюда Пьяо как можно быстрее. Надо быстрее что-то юзать и лететь отсюда. Неужели Пьяо умрет в этом файте? Да, скорее всего. Ред его не отпустит. Наконец-то въелся просто. Фантом-Ланцер у нас в керре команды Нью-Би-Вай. Но должен же Фантом-Ланцер у нас быть убийственно сильным. А то что за ерундистика? Морф у нас и СФ наказывает, и ПЛ. АПЛ это план Б команды Тонг-Фу. СФ свое дело сделал. Сильнее СФ уже не будет. Сильнее, мощнее. Да, он будет приобретать себе артефакты. Но команда Нью-Би-Вай тоже на месте стоять не будет. Вот поэтому в соотношении сил... То есть больше преимущества у команды Тонг-Фу благодаря СФу не будет. Не повысится. И вообще Лейта, такая как СФ, как для меня весьма сомнительная. Неоднократно видел я таких Шадоу Финдов, которые просто-напросто на 50-й, на 70-й минуте. Не могли драться против маломальского Лейтата. Там антимага, Войда, это кого угодно вообще. Дроу-Рейнджер, например. Не вывозили просто-напросто СФ, а снайперы, кто угодно. То есть и СФ, и Квапа, все это будет уже не нужно после минуты 50-й. Ульта аппарата пошла на Роху. Или дальше. Или куда угодно вообще, да. У нас ульта аппарата в итоге просто на линию. Прочекать, где кто стоит. У Квапы после Сайта оф Вайс есть 2 600. У Бримастера появляется Кераса. У Марфа. Тем временем есть Огр Клап. Пиао решил выйти в Блэкинг Бар. Одной линкой здесь не ограничиться. Стопят, словят, сбивают линку. А дальше, ну, много рассказов у команды Тонг-фу. Есть чем остановить. Есть чем замедлить. И все это Морф должен ивейдить, если он хочет жить. Последний замес показал, что с Марфом, в принципе, готовы разговаривать на равных. Главное, Марфу подставится. У Ancient Operation аганим есть. Есть Хенд оф Мидас и Транквил Буци для МК. У Рубика есть ЮУ, Даггер, Аркан Буци. Все, в принципе, в порядке. У Марфа мы видели. Тысяча голды после Огр Клаба. Брюмастера БКБ, кроме Керасы, есть. Также Даггер, никуда он не девался. И у Квапы 3-4 сна на руках. Перепретает себе плейдмейл. Квапа готовится выйти в Шива с Гвард. Кераса уже есть. Я так боюсь за Рубика, когда Рубик что-то крадет у Фантом Лансера. Потому что, по факту, если Пэл рядом с Рубиком, то не жить Рубику. Но ничего, более-менее сейвово играет Рубик. Украл и Даггер Аут. Все, украл, Даггер Аут, украл, Даггер Аут. Так, на Шейкера смотрим. Форстаф есть, Блинк Даггер, Аркан Буци. Уже ЛПС что-то из себя представляет. Правда, нет 16-го левела на 41-й минуте. Ну и похуже бывают огорчения. Буц оф Тревел, Дифузам, Манта Стайл и Харт оф Тараск. Закуп Фантом Лансера. Еще и 3200 на руках для Пэлла. Сейчас будет бабочка и, мне кажется, морф немножко и... Ни о чем начнет быть. От Шейкера фиссура пошла у нас. МР сразу же в Хекс. У кого там Хекс уже? Кто Хекс себе нарисовал? Хексу Феникса. Вот это фарм. Вот это я понимаю. Ну, топ-6 на карте Феникс по Нетворсу. Но Хекс, который появляется для Феникса, даже немножко удивительно. Не самый дешевый артефакт. У СФа. Ultimate Orb имеется и Манта Стайл для Ю9. Решил с Сайленсом разбираться. Не так дорого, как БКБ для себя. Просто юзаешь Манта Стайл и Сайленс с тебя спадает. Ну, Роху забирает команду Том-Фу. Правда, в это время у них падает постепенно Т3 на мидлейне. 4-5-6. Начинает уже бить Милишный Барак. Милишный Барак здесь отвалится. У Пьяо с руки 275. Конечно, отвалится. Так, Эхослэм у нас от Шейкера. Пьяо пошел в перекачку. Надо отсюда лететь. Просто не выпускают из стана у нас. Марфан. Ну, нельзя так делать. Нельзя заходить полностью прокачанным в ловкость против команды, у которой станов и хиксов вообще тьма тьмущая. Пьяо немножко здесь... Немножко здесь не додумал этот момент. Посчитал вообще, что может пройти все хорошо, удачно для него. Ну, и в итоге просчитался. Брюмастер у нас еще и на хайграунд решил зайти. Кабу просто с руки расстреливает. Саппорт Лина, которая просто на самом деле могла бы истереть здесь Брюмастера. Бэкэбэй узает Брю и быстрее отсюда лететь. Уже не далеко был Шейкер. Если бы остановили Фессурой, то Брюмастер, скорее всего, и не уходил бы отсюда. Рубик у нас гниет где-то, и это все от Феникса. Яул на Яул, поднимает у нас Феникса в ветра. Сайвенс на него, и, скорее всего, Феникса здесь заберет, папа. Соник Вейв и еще и перед смертью Санрей забрал у нас Рубик. Интересно посмотреть, как Рубик его дает. А ну-ка. Вот так Рубик дает у нас Санрей. Как же его выключить, думает Рубик. Вырубает у нас Санрей. В это время мидлейн команды Тонг Ньюби Вай начинает гореть. Точно такая же ответная реакция от команды Тонг Фу, как было только что от Ньюби Вай. МР на лоу ХП забирают у нас Эншент Аппарэшина. Разультился ССФ. Лагуна Блейд у нас Брюмастер, а Брюмастер отъехал. Пьяо по-прежнему дерется. Сбивают. А Эгис у нас ССФ. В таверне уже Фантом Ланцер. Выкупается ПЛ. И сюда готов лететь. Да, ПЛ уже здесь. Будут дальше драться. Выкупается также Брюмастер. Понятно, собственно, к чему здесь был байбэк. От команды Тонг Фу, от их мейн керри. Сейвить мид любой ценой. Нельзя ни копейки отдавать Фантом Ланцеру. Это очень жадный герой. Если он зарабатывает деньги, он потом эти деньги... А снести мид это начать больше зарабатывать, чем оппоненты. ПЛ деньги потом превратит вообще в адскую боль для команды Ньюби Вай. Стоит Рубик. Просто с километра у нас всех поливает через Сан Рей. Ульта пошла у нас от Шейкера. И ульта пошла от СФ. В итоге команда Ньюби Янг не сильно-то и просела. Да, все на половине ХП, но могут файтиться. Ред у нас. На половине ХП. Быстрее убегать отсюда. За ним Пьяо. Скорее всего Реда здесь забирают. Да, убивают второй раз Фантом Ланцера. Летает в ведрах у нас Кабук. А вот тоже развалили. Минус 4 делает команда Ньюби Вай. Что по байбэкам? Смотрим. Нет байбэка у Пэйла. Еще тысячу лет не будет его. И 90 секунд не будет на карте Фантом Ланцера. Квапапа. Быстрее на мидлейн. Быстрее давить, пушить, дамажить. Заставлять СФ байбэкаться. Все что угодно делать. Лишь бы срезать. Вообще, ну и наказать команду Тонгфуза. Опрометчивое решение. Зайти просто так на хэкграунд. И здесь стоит бодаться полтора часа. Ньюби Янг либо СФ выкупается, либо падает мидлейн. Но даже не так. Если СФ выкупается, я думаю, что мидлейн в любом случае упадет. Но команда Ньюби Вай на этом-то останавливаться не собирается. Есть еще две линии. 50 секунд не будет Фантом Ланцера. Одному СФ выкупаться смысла никакого. Я думаю, что это минус две линии для команды Тонгфу. Где у нас Пиао? Почему не здесь? Все, уже здесь. И все, и на третий лайн. На третий лайн. Быстренько. Пока 40 секунд не будет Фантом Ланцера. Я думаю, что СФ вспомнит потом и подумает, что почему же я не байбэкался. Те 20 секунд, которые он решил подождать, стоили трех сторон команде Тонгфу. БКБ юзает у нас Квапа. Вместе с Пиао просто дамажит Бараки. Пиао должен уходить отсюда. Не надо файтиться. А можно и пофайтиться. Шейкер с одного Этериала развалился. Я думаю, что это гуд геймбл плейт. На самом деле трех сторон нет. Один несчастный Барак остался у нас на топ-лейне. Пиао надо туда направляться. Санрей в него. И неплохо, в принципе, СФ-то валит. Но в это время уже Квапа у нас пилит. Ранжевой Барак. Все к ней. Квапу будут пытаться ловить. Ранжевой Барак остался жить. А Морфлинг нет. Квапа. Блинк аут и ТП аут. Поздновато немножко Шейкер ставит Фессуру. Квапу у нас не найдут. Нет здесь ее. Даже не ищите. В итоге что получаем? Получаем смерть команды Тонгфу вчетвером. И две стороны упали полностью. А на топ-лейне Казарма Магов. Которую почему-то вообще непонятно мне почему. Пиао не решил договорять еще в первый заход. А потом Квапа в соло просто-напросто не справилась. В любом случае по золоту Ньюби Янг тут заработали огромнейшее количество денег. И сейчас узнаем сколько с ноля на семь с половиной отправляются. По экспириенсу чуть-чуть проигрывали Ньюби Янг. Теперь восемь с копейками для них. Все грандиозно хорошо сложилось. Десять тысяч по золоту. Десять. Обновились графики. И вижу что под десятку преимущество Ньюби Янг. И Тонгфу ничего не остается кроме как идти и попытаться снести. Может даже Т4. Нефиг даже думать и обращать внимание на эти бараки. Если Тонгфу сейчас убьет команду Ньюби Янг, хотя бы четверых-пятерых, то можно идти на Т4 и сразу же заканчивать игру. Если файт не получится, то что делать? Никто команду Тонгфу не заставлялся ходить на хайграунд. Нелепо так их дело. Разваливают бараки. Поднимают ветра у нас Ю9. Сэф пока что живой. БКБ за это Сэф. Ульта аппарата у нас. Только по шейкеру. Но шейкер фуловый. Праймал сплит. Произал брюмастер. Супернова уже здесь есть. Развалили шейкера через Этериал. Это очень просто делается. Супернова у нас. Ловит брюмастеров. МРР на лоу хп здесь. Лагуна Блейд ему в спину. Минус. Рубик. Минус Эншент Опарэйшн. Проблема в том, что Пьяо живет. Проблема Кван де Тонгфу. Фантом Ланцер. Рызается в Пьяо. Ульта пошла у нас от Квапы. Ред съедает сыр. Или что случилось? Триплкил уже от Пьяо. И начинает лупить Реда здесь Пьяо. Но дайте же ультра килл в шейкеру. Ой, шейкеру. Морфлингу. Все. В пятером Тонгфу складывается на половине карты. Команда Ньюби Янг пишут. Good game well played. Два матча. Две победы команды Ньюби Янг. Тонгфу в конце вроде смотрелись. Во второй катке смотрелись посерьезней. Но. Общее впечатление от команды Тонгфу. Они не тащат. Больше нечего собственно и говорить. Они не тащат. У них было преимущество. Они не знают как с ним поступить. Как его реализовывать. У них был Фантом Лансер. И игра шла 48 минут. И Фантом Лансер за 48 минут. Ни о чем. 529 ГПМ. У Морфлинга 613. И был задел неплохой. И СФ был очень силен. А значит Пейлу. Какой-то спейс крейтинг делать не проблема совершенно. Ну. Не случилось так. Тонгфу отдают вторую катку. Ну что мы с вами услышимся очень скоро. Сейчас пока не переключайтесь. Я вам скажу. Во сколько мы услышимся и на каком матче. Нас ожидает. 16.00. Да у нас уже вот собственно. Мы с вами услышимся через несколько минут. У нас Тонгфу против Диджи Чайна. Дримгейминг против Тонгфу. Посмотрим. Может быть Дримгейминг будет по зубам у нас в команде Тонгфу. Сейчас все это узнаем. Небольшая пауза пока отдохнет команда. Да и мы немножко отдохнем. И услышимся через 2-3 минуты. По факту игра должна была начаться в 16.00. Но понимаете. Так быть не может. Я думаю что минут 10-15. Разберутся Тонгфу со своей Дотой. И вернемся на продолжение Айлиги. Пока что не переключайтесь. Услышимся немножко попозже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok